МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Развитие дорожной отрасли. Глава Чувашия принял участие в расширенном заседании Государственного совета России. В добрый путь в столичных школах прошли выпускные вечера. Нет наркотикам. Тематический фестиваль как альтернатива вредным привычкам. Сегодня глава Чувашия принял участие в расширенном заседании Государственного совета России на повестке развития дорожной отрасли. С подробностями из Москвы мои коллеги. Регионы страны должны быть связанными, качественными и безопасными дорогами. Это приоритетная задача национального проекта, реализация которого началась по инициативе президента России. Сегодня в Кремле Владимир Путин расставил приоритеты перед властями на местах. Пока отметил президент, дорог высшего класса в регионах страны не так много, как хотелось бы. В ближайшие годы ситуация должна измениться кардинально. Так, доля трасс, отвечающих современным стандартам, увеличится до 50%. В приоритете модернизация участков, где чаще всего происходит ДТП. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве, каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загадя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. Но дороги, конечно же, не главная проблема. Президент отметил, что региональным властям в ближайшее время необходимо навести порядок с нелегальными перевозчиками. По статистике, именно они чаще всего становятся виновниками аварий. Должны измениться правила отбора подрядчиков и налажен тотальный контроль за ходом ремонта трасс. В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства. Поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. Мы об этом неоднократно уже говорили. Они должны получить самое широкое распространение. Заключаться на более длительную перспективу с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы. Особое внимание комплексам для фото- и видеофиксаций. Их должно быть больше и находиться они обязаны на участках дорог с самой высокой концентрацией ДТП. Штрафы здесь не самоцель. Главное – дисциплина и порядок. Для республики это также приоритетная задача, отметил Михаил Игнатьев. За последние годы, благодаря принятым мерам, аварийность в регионе снизилась на 39%. У нас гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях и по прошлому году снижение. И за пять месяцев текущего года тоже снижение. Мы должны осознанно подходить, ответственно подходить, комплексно оценивать ситуацию и принять дополнительные меры. Это очень важно. И касаясь работы с федеральным центром, с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, все в работе. Все эти мосты, которые у нас обозначены в реконструкции и модернизации, они тоже все в работе. Фронт работ обозначен. В плане на этот год капремонт более 200 километров в муниципалитетах и Чебоксарской агломерации. Глава региона отметил, что на первый план выходит качество работ. Все те запросы, которые есть от наших жителей, мы поэтапно, пошагово расписываем. Плюс синхронизируем с учетом реконструкции федеральных трасс свои оригинальные дороги на выход к федеральным трассам. Плюс муниципальные дороги, плюс благоустройство дворовых территорий, подездных путей и ряд других направлений. Конец июня. Для большинства регионов горячая пора начала ремонта магистралей. В Дорожном фонде республики на эти цели заложено более 5 миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Развитие дорожной отрасли не единственная задача, которая стоит перед регионами. Вот что сказал нашему корреспонденту министр промышленности и торговли России Денис Мантров по поводу точек роста в Чувашии. Какие основные направления и точки роста мы видим на перспективу? Я вам могу сказать, что по 2019 году будет рост по обрабатывающей промышленности. В целом, из конца того, что у нас предприятие сельхозмашиностроения, которое расположено в Чебоксарах и входит в концерн тракторного завода. Сейчас завершаются процедуры конкурсного производства. И мы рассчитываем на то, что те заказы, которые сейчас уже поступают на предприятия в рамках исполнения их, мы таким образом обеспечим и загрузку, и эффективность в целом по предприятию. Мы рассчитываем также на эффективность института развития, фонда развития промышленности регионального. Кстати, в Чувашской республике это один из первых регионов, где был зарегистрирован региональный фонд с капиталом более полутора миллиардов рублей. Это хорошее будет подспорье, с учетом того, что Федеральный фонд развития промышленности обеспечит еще и свое плечо до 70%. Поэтому предприятия среднего, малого бизнеса могут рассчитывать на этот инструмент поддержки и развития. А на повестке дня Кабинета министров Чувашии корректировки в правила присвоения почетных званий, предоставление льгот на капремонт и продление запрета на охоту. Учителя и преподаватели, воспитатели и инструкторы. Одним словом, активные наставники за свою деятельность будут получать почетные звания Чувашской республики. Это делается для того, чтобы популяризовать и развить институт наставничества. Также предлагается внести изменения в положение о почетном звании заслуженный юрист Чувашской республики. Если действующая редакция предусматривает присвоение этого звания работникам, проработавшим не менее 10 лет в органах юстиции, прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, суде, адвокатуре, нотариате, государственных органах, организациях, то проектам предлагается данный перечень дополнить работниками органов местного самоуправления. К сожалению, ранее юристов ОМСО к этой группе не относились. Ядрин и АЛЛАТРА предлагается внести в перечень исторических поселений, которые имеют особое значение для истории и культуры Чуваши. К слову, в России сейчас городов с таким статусом 41. Это нам придает дополнительный статус этим городам, как историческим поселениям. Они могут участвовать в чрезвычайском конкурсе на создание комфортной городской среды малогородов до 100 тысяч населений. Поэтому прошу поддержать. Льготы на капремонт в Чувашии получают почти 8 тысяч человек. Однако те, кто имеет задолженность, в будущем могут лишиться льгот. С 1 января 2021 года обязанность субъектов Российской Федерации не предоставлять гражданам компенсацию расходов на уплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной, вступившей в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. На заседании правительство рассмотрели и продление запрета охоты в республике на глухаря, барсука и сурка на ближайшие три года. Это поможет увеличить их популяции на территории Чувашии. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. В этом году в рамках национального проекта «Экология на оздоровление реки Волги» в субъектах ПВО направят 10 миллиардов рублей. В рамках этого же проекта в регионах округа активно реализуется так называемая мусорная реформа. На ликвидацию объектов, негативно влияющих на окружающую среду, уже выделено 3 миллиарда. Сейчас идет рабочий этап перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И очень важно найти баланс среди всех участников этого процесса. Регионального оператора, мусоросортировочных полигонов, юридических лиц и, конечно, населения. Самым уязвимым вопросом для людей остается цена за вывоз мусора. Со своей стороны я могу сказать, что очень принципиально, конструктивно вопросы обсуждаются именно с учетом интересов, конечных интересов жителей, чтобы эта реформа получилась, чтобы все увидели, что незаконные свалки ликвидируются, что взимаются нормальные тарифы, обоснованные и понятные. И что ведется работа по повышению эффективности работы, снижению этих тарифов. И, в общем-то, люди чувствуют результаты этой работы, улучшение и экологии, и, скажем, ситуации в населенных пунктах и городах. В Чуваши тоже идет работа по корректировке нормативов. Проведены зимние и весенние замеры объемов накопления мусора. Мы сейчас проводим хронометраж весенний период, летний период, осенний период для того, чтобы посчитать правильно факт сбора твердых коммунальных отходов сельской местности. По городам нет вопросов. Мы тарифы снизили на 20%, и, скорее всего, на 15-20% норматив твердых коммунальных отходов тоже снизим. Об этом говорят расчетные данные. Наши поездки, эксперты, специалисты участвуют. Здесь самое главное, находя баланс интересов, мы должны, с одной стороны, навести порядок, а с другой стороны, все должно быть где-то справедливо. На заседании Совета Приволжского федерального округа в Уфе под председательством полпреда Игоря Комарова обсудили и вопросы оздоровления Волги. В регионах запланированы масштабные работы по ее очищению. На эти цели в субъектах в ПФО в этом году направят около 10 миллиардов рублей. Финансирование пойдет за счет федеральной программы «Оздоровление Волги», ставшей частью нацпроекта «Экология». Регионы-участники Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики Мариэл, Татарстан и Чувашия. У нас по «Оздоровлению Волги» всего 13 проектов в работе. Где-то проектируем, где-то разработки, где-то техзадания, реконструкция биологических очистных сооружений, ливневка. То, что стоки после дождей, после таяния снега стекает в Волгу, это надо очищать. Проблемы это еще с советского периода. Поэтому мы в федеральной программе участвуем. И все те мероприятия, которые в национальном проекте «Оздоровление Волги» и «Чистые страны» предусмотрены, мы будем выполнять. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Во всех школах столицы Чувашии прошли выпускные балы. Аттестаты о среднем образовании получили больше 6 тысяч школьников. Большинство из них уже сделали свой выбор и знают, куда будут поступать. С учениками столичного лицея номер 4 встретилась наша съемочная группа. Момент, который уже никогда не повторится. Фотография на память в школьных стенах. Близкие друзья, одноклассники пока еще рядом. За порогом новая взрослая жизнь. 49 выпускников лицея получили аттестаты. Среди них 9 медалистов. Софья Корсакова в их числе. На самом деле сегодня мне очень волнительно. Я вообще не верю в то, что я уже заканчиваю эту школу. Лицея мне дал очень много, так как здесь просто очень хорошие, профессиональные, добрые учителя, которые всегда помогут. Я планирую, конечно же, поехать в Москву и поступить в какой-нибудь престижный вуз, например, там, Ранхикс, либо экономический университет Миниплеханова, например. Хорошие оценки в аттестатах не даются просто так. Волей и характера этим ребятам не занимать. К цели получить высшее образование они идут осознанно. Все школьные годы рядом с ними были педагоги и родители. Я очень рада, я очень горда. Переживали очень много, но все-таки все позади. Да, мечтать не могла, чтобы меня точно золотую медаль школы закончили. Очень рада. Михаил Игнатьев поблагодарил учителей и родителей. Без их поддержки добиваться больших успехов было бы сложнее. Вместе с директором лицея Натальей Коноваловой он вручил лучшим выпускникам золотые медали и аттестаты с отличием. Школьные годы остались позади, но в памяти будут храниться их лучшие моменты. 26 июня в мире отмечают День борьбы с наркотиками. В Чебоксарах в сквере у Национальной библиотеки в шестой раз прошел тематический фестиваль «Моя альтернатива». О том, какая она альтернатива наркотикам, в нашем репортаже. Специалисты называют несколько основных причин, по которым люди начинают употреблять наркотики. А среди них банальная скука, жажда приключений и желание вписаться в компанию. И творчество или спорт могут стать заменой пагубной привычки. Всем известно, что люди начинают употреблять всякую гадость, скажем так, от того, что им больше нет альтернативы никакой. Мы сводим площадками, федерациями, спортивными, творческими, танцевальными, чтобы они могли научить, чтобы они могли увидеть, чтобы они могли попробовать. Еще одна вероятная причина зависимости – недостаток серотонина и эндорфина, так называемых гормонов счастья. Выработать их организму помогает физическая нагрузка. Баскетболист Владислав Купташкин знает, какое удовольствие забросить с трехочковой. Когда человек начинает употреблять что-то, он перестает заострять внимание на тренировках и начинает больше уделять внимание вот этим веществам. Наркотики, они просто ведут тебя вниз, прям по наклонной лестнице. Альтернатива для тех, кто в силу возраста или здоровья не может кидать мяч или заниматься на тренажерах – боевое искусство Айкидо. Айкидо – это образ жизни, это уверенность в себе, это здоровье. Айкидо занимаются миллионы людей. Человек, изучая Айкидо, овладевает приемами самообороны. Все это примеры так называемой позитивной наркопрофилактики. Цель не в миллионный раз сказать о том, что наркотики – это плохо, а показать, что без них – хорошо. Вся наша жизнь состоит из увлечений и какой-то деятельности, которая нас захватывает. Мне кажется, что спорт, искусство, творчество, профессиональная деятельность способны захватить человека, определить его жизнь. И, конечно, эта деятельность несовместима с наркотиками. Эти простые меры работают, отметила главный нарколог республики Ирина Булыгина. Ситуация, она в целом сегодня с потреблением наркотиков и распространением наркотиков, она достаточно сложная. Но я хочу отметить, что Чувашская республика по последнему рейтингу по напряженности наркоситуации входит в зеленую зону. Это говорит о том, что технологии профилактической работы дают свои результаты. Своя зону ответственности у правоохранительных органов эти и другие моменты обсудили на конференции в Национальной библиотеке. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Павел Рядков, Республика. В память о 550-летии Чебоксар юбилейные медали вручили жителям Калининского района столицы, которые внесли значительный вклад в развитие города. На одной сцене педагоги и медики. Всего 19 человек лучших представителей этих профессий. Один из почетных обладателей памятной медали – хирург Геннадий Арсютов. Заслуженный врач Чувашской республики Российской Федерации, который за свою 45-летнюю карьеру спас тысячи жизней и продолжает делать это по сей день. За эти годы я просто слежу за тем, как все-таки преобразилось и здравоохранение, и социальные службы нашего города. И поэтому я рад, что я работаю врачом. А самая главная награда – это благодарность наших пациентов. Юбилейную медаль получила и директор начальной школы номер 2 Левтина Димитриева. В сфере образования она 33 года. Под ее руководством начальная школа стала экспериментальной площадкой для ряда международных проектов. Любой труд, в любой отрасли, когда от души работаешь, когда от души служишь людям, прежде всего с любовью большой, это действительно будет оценено. И сегодня, конечно, я очень благодарна за то, что оценен мой труд также. Я благодарю. И я очень счастлива. Город мой. Люблю я тебя. Памятные медали в юбилейный год получат сотни горожан. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Павел Рядков. Республика. Мы говорим... Легенда, сказки и предания ожили на главной республиканской сцене в Чебоксаре. На Всероссийский фольклорный фестиваль съехали с детские коллективы из разных регионов страны. Ну и ладно, ну и пускай, на другой лисе я живусь. Сказка «Русская народная. Лиса и медведь» из Шамуршинского района. Актеры коллектива «Звездочки». С этой постановкой уже объездили несколько детских садов, выступали на районных концертах. Теперь на главной сцене Дня Республики. Мы поставили номер «Как медведь на лисе женился». Мы готовили этот номер долго. Репетировали, конечно, не каждый день, но в неделю два раза точно. Сразу с двумя постановками приехал вокально-театральный коллектив «Веселые нотки». Чтобы выступить на фестивале, они преодолели почти две тысячи километров. Разделяющих Геленджик и Чебоксары. Все костюмы мы выполняем сами с помощью мастера прикладного искусства Шариповой Галины Сергеевны. Наш коллектив молодой, нам всего два года. Но, несмотря на это, мы уже добились успехов и первый раз приехали в Чебоксары. Творчество юных артистов многогранно. Это и народные обряды, обычаи и песни, театрализованные постановки, выставка собственных поделок. Участниками фольклорного фестиваля стали 12 коллективов из разных уголков России. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Павел Иритков. Республика. Далее видеорепортажи с выставки региона «Сотрудничество без границ». Я прощаюсь с вами. До завтра. Более 10 лет на рынке. ООО «Элма Электроникс» занимается комплексными поставками электронных компонентов. Импортные электронные компоненты, приборы и инструменты для разработки, производства, сервиса и ремонта современной электронной техники. И многое другое. Мы работаем с крупными, с самыми крупными производственными предприятиями России. Поставляем электроническую продукцию. Также разрабатываем технику. Производим монтаж, сборку. Все делаем в Чебоксарах, получается. Мы местная компания полностью. Также наше предприятие входит в инновационный электронический кластер Чувасской республики. И совместно с кластером мы, соответственно, участвуем также в различных выставках вообще по всей России и даже за рубежом. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что такие предприятия должны постоянно модернизироваться, чтобы составлять достойную конкуренцию на современном рынке. Сейчас в ассортименте ООО «Элма Электроникс» более 600 тысяч компонентов для любых устройств. Здесь представлена продукция наша. Очень малая часть того, что мы производим и поставляем. Вот здесь вот компоненты, диоды, все то, что используется в электронной промышленности, такие как осветительные приборы, шкафы и так далее. Сегодня на выставке я интересовалась светодиодной продукцией и очень рада, что нашла ребят, которые занимаются производством и смогут помочь в моих потребностях. Предприятие находится у нас в Чебоксарах, что позволяет удобно, быстро, в кратчайшие сроки получить необходимый заказ. Ассортимент достаточно широкий, все было понятно. Они ответили на все вопросы, поэтому буду теперь работать только с ними. Предприятие с каждым годом наращивает мощности. Появляются новые рабочие места. Здесь ждут квалифицированных специалистов. Одни из самых востребованных – это выпускники ЧГУ имени Ульянова. А мы с радостью берем специалистов с университета. Будем готовить все. Делаем мир чище. Под этим девизом работает компания «Экосети». Системы очистки необходимы любому предприятию. Промышленные отходы, примеси, растительные и животные жиры уходят в основном через сточные воды. Компания «Экосети» занимается производством оборудования для очистки сточных вод. В ассортименте компании «Экосети» оборудование из полипропилена и нержавеющей стали собственного производства. Также мы предлагаем комплексное решение для перекачки, очистки и накопления сточных вод для различных отраслей промышленности и хозяйственных субъектов. «Экосети» предлагают цеховое и промышленное водоочистное оборудование, предназначенное для работы на крупных пищевых или косметических производствах. Без него трудно обойтись в столовых, кафе и ресторанах. Принцип работы жироловителя заключается в следующем. Загрязненная вода через входящий патрубок поступает сначала в съемный лоток, где собирается крупный мусор. Дальше сепарационные пластины задерживают уже жир и песок. И очищенная на 80-90% вода уходит в сток, в канализацию. Учитывая большую потребность в сдаче системы очистки под ключ, в компании создали участки экструзионной сварки и термической обработки, сборочная цеха, лабораторию и несколько складов. Производство компании «Экосети» находится в городе Чебоксары. Оно оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет увеличить производительность труда и качество выпускаемой продукции. Также хочу отметить высококвалифицированность и трудолюбие наших сотрудников. Профессиональное водоочистное оборудование доставляют по всей России. От Крыма до Сахалина, а также в страны СНГ. Натурально, вкусно и полезно. Все это о продукции компании «Ядрин молоко». Завод производит широкий ассортимент товаров. Более 35 номинований. Молоко, сметана, кефир, йогурт, сливочное масло. Спрос есть всегда. И творог, и молоко, и кефир покупаем людям. Мне нравится молоко, творог. Мы покупаем кефир. Все, что по Ядринскому мясу, молочному саводу, все нравится. Обычно берем сметану и молоко. Ядринское очень нравится. А чем нравится? И по жирности, и по вкусу, и по цене. Цена, качество. Приемлемая цена и отменное качество. Вот уже 88 лет Ядрин молоко изготавливает продукцию только из натуральных ингредиентов. Каждый год предприятие обновляет линейку продуктов. Недавно выпустили вот такой рассыпчатый творог в прозрачных пакетах. Покупатель сразу видит, что покупает. Данный творог очень удобный для потребителя. То есть он позволяет, срок годности увеличился до 14 суток. То есть у него есть очень аккуратная упаковка, которую можно будет очень хорошо хранить в холодильнике. Данный творог обезжиренный. Самое главное, он вкусный и полезный. Попробовать новинку мог любой желающий. Компания Ядрин молоко приготовила сюрприз. Гигантскую упаковку творога. Такую не купишь в магазине. Она весит почти тонну. Этот рекорд зафиксировало агентство Интеррекорд. Еще достижение попало в реестр рекордов России. 921 килограмм. Компания Ядрин молоко представлена во всех торговых сетях республики. Спешите попробовать натуральную и экологически чистую продукцию от местного производителя. Вкусно и полезно. Сокращенно ВИП. Это продукция крестьянско-фермерского хозяйства Решита Санзяпова. Полуфабрикаты, тушенка и деликатесы. С этого начали производство. Появились на прилавках Чувашии в 2016 году. Сейчас в ассортименте мясные продукты на любой вкус. Хозяйство занимается животноводством и растениеводством. Переработкой мяса и молока. Второе производство надо переработку строить. Фирменный магазин вам надо открыть. Сколько конины и переработанное в виде никакой сводки не производят. Технологическую линию по производству молочной и кисломолочной продукции запустили в 2017. И стали выпускать сливки, йогурты, котык и красный сладкий творог – кырт. Дети очень любят кырт. Он сладкий и из топленого молока. Во-первых, вкусно. Во-вторых, там написано, что все это натуральное. Мне кажется, что действительно натуральное. А детей не хочется лезть долгоиграющими. Долго хранимые продукции, которые явно есть консервант. Здесь малоиграющие. Здесь на несколько часов мы берем вот такие йогурты. Как в детском питании всегда полезнее. И бактерии не погибают, и кишечник нормализует микрофлору. К выставке региона «Сотрудничество без границ» выпустили первую пробную партию сыра. В условиях санкции собственный продукт ценится особо. Мы в последнее время ездили по другим областям, по другим регионам, по предприятиям, организациям разным. Обменивались опытом, научились, увидели, как там люди работают. Вот сейчас будем их опыт, их практика у себя применять. То есть начнем производить сыр. Свои батаревские. Вкус и пользу продукции из Батарева уже оценили жители Москвы, Казани и, конечно, столицы республики. И подача красивая, и вкусная. И это национальный продукт. Это традиционный национальный продукт, который тысячелетиями производился раньше, а сегодня возрождается. Поэтому это здорово. Это наше родное и вкусное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова